всем всем привет с вами клеопатра в этом выпуске я расскажу как пройти на три звезды новое хэллоуинское испытание но начну с менее зловещего вы когда-нибудь задумывались о том чтобы играть в любимую игру и получать за это гемы в пропуск и даже зарплату если да то клан 18 плюс именно для вас у ребят проходит до набор для 15 ратуш которые хотят пушить лигу в лвк сейчас у клана чемп 2 и играть на кэве а также развиваться вместе кроме того в клане есть открытая вакансия донатера руководство снабжает вас гемами и пропуском для активации доната за один гем поэтому все что требуется от вас это быть в сети и помогать с раздачей подкрепления все подробности можно узнать у руководства ну а тэг клана 18 плюс находится в описании это отличная возможность не только весело проводить время но и получать классные плюшки за свою игру октябрьский сезон уже наступил а это значит что в этом месяце мы с вами увидим множество контента посвященное празднованию хэллоуина и первый из них находится уже в золотом пропуске это новый скин призрачный чемпион меню выбора скина мы можем услышать дополнительную тематическую озвучку и посмотрите насколько хороший этот скин вы знаете если смотрите меня постоянно что редко какие скины мне нравятся чаще всего я все критикую и действительно чтобы скин не запал сердечко вот нужно постараться но этот скин просто божественный внешний вид озвучка анимашки все настолько классно сделано и если бы я ставил оценку по десятибалльной шкале это было бы сто из десяти я просто в восторге в остальном по пассу здесь обычные награды принципе ничего особенного и кстати я обратила внимание что в этом сезоне почему-то нет оформлений для домиков столицы хотя честно говоря не знаю кому не нужны на самой расстановке чемпионка смотрится круто но согласитесь зеленым фоном не настолько красиво то есть под этот скин действительно нужно тематическое оформление которое будет подчеркивать его красоту по анимашкам все сделано красиво конечно нет чего-то прям такого вау но согласитесь один внешний вид этого скина просто перекрывает необходимость сделать какие-то супер крутые анимашки вот я на него смотрю и мне нравится мне реально нравится давно не испытывала такого восторга от скина из пропуска и раз я заговорила про оформление то конечно же она есть это призрачное хэллоуинское оформление здесь ситуация на самом деле очень интересное оформление внешне красивая не спорю но мне нравится больше оформление прошлых лет а именно самое первое хэллоуинское но вы только послушайте какая тут музыка ради музыки мне кажется можно сразу покупать это оформление потому что озвучка в нем просто офигенная вот играя в клэш уже практически 10 лет я каждый год убеждаюсь в том что суперсел круче всего делают ивенты посвященные празднованию хэллоуина и рождеству или новому году вот там это получается действительно максимально атмосферно даже если взять это оформление то посмотрите сколько мелочей продуманных в этом оформлении это и какие-то полуразрушенные мосты и конечно же тыквы самый главный атрибут хэллоуина и туман который нагнетает какую-то общую таинственную мистическую атмосферу а если приглядеться к деталям то как всегда можно найти банан и даже каких-то призраков которые тут на базе находятся рядом с кладбищем ну и конечно нужно дать должное тому что каждое оформление очень детально прорабатывается это мне вот как раз и нравится в новых оформлениях здесь можно просто часами разглядывать все вот эти мелочи вот смотрите например коварный гоблин бежит да вот тоже вроде бы и статуя а при этом есть отсылка какие-то хижины домики кто в них живет почему с правой стороны например целый какой-то аквапарк вот в этой зеленой жидкости также есть голова дракона и мини дракончики двигаясь немного правее видно что в некоторых домиках прям реально живут потому что там даже дым из трубы валит в общем все вот эти мелочи каждый раз меня очень прям завораживают и действительно здесь можно просто сидеть и разглядывать детали в поисках каких-то отсылок и возможно даже спойлеров вот эти вороты кстати тоже были в одном из оформлений которая раньше появлялась в клэше но здесь они сделаны абсолютно иначе и и несмотря на то что это оформление лично мне понравилось меньше чем сама первая хэллоуинская я могу сказать что музыка здесь просто добавляет плюс 10 к самому оформлению напишите в комментариях понравилось ли оно вам и давайте это обсудим ну а мы с вами плавно перемещаемся к прохождению нового испытания которое называется ночь жути за прохождение получаем опыт гемы баночку и конечно же ресурсы сама база сделана тематически она представляет собой летучую мышь выложена из заборов по армии у нас довольно большой состав плюс еще есть бревномет которым сидят войска и на самом деле испытание легкая но я как всегда рекомендую вам сначала посмотреть а потом повторять прежде всего мы выпускаем двух бомберов в сторону сингла инферно каждый из них взрывает забор и активирует скелетиков кроме того с помощью бомберов мы выманиваем клановую крепость далее на каждый угол базы мы высаживаем по одной титаниде начинаем с левой стороны потом тоже самое делаем сверху далее с правой стороны и после этого с нижней также в нижнюю сторону мы закидываем бревномет который поедет напрямую к ратуши и немного снесет ей хп около каждого угла есть тесла и куча скелетов как раз титанина с ними успешно разберется с левой стороны мы видим что войска с кк подобрали в титаниде для того чтобы ей было попроще можно накинуть одного супер колдуна чтобы он помог разобраться с охотницами но титанида скорее всего справиться даже сама после чего мы немного ждем и когда нижняя титанида будет уже ближе к ратуши подсаживаем сюда два ледяных голема хранителя чемпионку всех хилок и всех магов в общем скинули все в кучу и пошли вперед теперь для того чтобы не получать урон от инферно от ратуши мы накидываем на всю эту дружную толпу инвиз и тогда никого видно не будет после чего накидываем на левую и правую сторону по три скелета и по три мышки можно кидать слева скелет и справа мышки можно наоборот разницы вообще никакой нет самое главное чтобы вы создали спам также не забываем про речь который можно накинуть около ратуши и про прожатие хранителя его лучше использовать в тот момент когда ратуша начинает падать но еще не погибла полностью то есть чтобы вы не отловили яд от того когда ратуша уже умерла у меня еще остается приз и один инвиз их вы можете использовать по умолчанию скорее всего они вам даже не пригодятся потому что испытание очень быстро и очень простое по большому счету здесь можно все кидать в одну кучу и вы успешно пройдете но для того чтобы сделать это с первого раза лучше все-таки отловить всех скелетов и разобраться с войсками клановой крепости чтобы они вам не мешали именно для этого мы выкидываем титанит по периметру на каждый угол и только после этого идем всеми войсками в центр на мой взгляд испытание уж слишком простое было бы немного интереснее если бы она проходилась чуточку сложнее может быть больше дефа или наоборот меньше юнитов но здесь их настолько много что куча всего остается даже не использованы с другой стороны я уверена что это испытание пройдет но просто каждый клэшер а значит каждый сможет забрать себе награды и быстрее прокачать свою базу а с этим гайдом уж тем более так что не забывайте им делиться своими друзьями и сакланами чтобы они с первого раза смогли пройти этот испыт ну а также напишите в комментариях как вам такое испытание или хочется все-таки немножечко посложнее а может вы наоборот рады что можно не париться и вот так в легкую сразу все пройти пишите свое мнение в комментариях а я хочу поблагодарить спонсоров канала я не с dragon айк brave crow сергей электро и рей лавк лев за помощь и поддержку развитие канала а если ты хочешь получить множество классных бонусов то нажимая на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях общий чат спонсоров где можно пообщаться со мной доступ к эксклюзивному контенту который не публикуется на канале след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной все это можно получить оформив спонсорскую подписку на мой канал я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде клеопатра а глэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев если хочешь также то прямо сейчас оставляя интересный или забавный комментарий к этому выпуску не забудь подписаться на канал и прожать колокольчик чтоб не пропустить следующее видео но я желаю тебе удачи и пока пока пока